2016 года, и я, получается, не обновляла свою историю успеха, вот, и, ну, и, можно сказать, не вела, да. Почему так, да? Почему так? Я вам расскажу. Привыкаешь, реально привыкаешь к тому, что случилось, да, к тому, что есть, и оно не того вава-эффекта, который был, когда ты шел по этому пути, а когда ты стартанул, когда у тебя первый раз случился, первый, даже первый полет, первый результат, первый доход, первые, там, какие-то достижения, тех эмоций, они, их можно испытать только один раз, мне кажется, да, а дальше ты привыкаешь, и это для тебя будни, это для тебя уже норма жизни, это для тебя, ну, твоя обыденность, и она уже так на ваву-эффект не работает, да. Иногда кажется, что это также самопривычно становится и другим, и, ну, не знаешь, чем удивить людей, да. Вроде все уже знают, что есть такая Аня, есть такой результат, да, есть такая команда, они показывают результат каждый год, они показывают, они показывают, у них каждый год растут новые лидеры, да, каждый каталог, прирост, и, ну, мне кажется, тоже какое-то такое привычное дело. Вот, вот, но, но команда попросила, и я с большим удовольствием сегодня повторю свою историю успеха, она немножко дополненная. Вот, чем дополненная? Дополненная путешествиями, дополненная новыми званиями. Вот, но сначала расскажу, как было до. Так как в нашей команде уже много новых людей, и, возможно, мы с вами еще не общались, и я не рассказывала, какой у меня был до. Вот, а до у меня было до 2009 года, а в 2009 году, вот как раз в апреле, я прошла регистрацию в компанию Reflame, и началась новая, новый этап в моей жизни, а до этого у меня была богоферия. У меня было, было, есть экономическое образование, да, я должна похвалиться, что у меня институт закончился красным дипломом, то есть мозг у меня есть. Вот, и мы иногда говорим, что, как бы, высшее образование, зачем оно, оно не дает, там, каких-то преференций в жизни, и так далее, но на самом деле высшее образование дает мозги, да, и только ради этого стоит пойти учиться в ВУЗ, для того, чтобы иметь способность учиться, потому что институт этому учит, да, учиться и самообучаться, и развивать мозг. Поэтому ВУЗы в любом случае детям, в любом случае нужны, обучение надо, поэтому вы эту тему в семье все равно детям прокачиваете. Не внушайте им информацию, что, типа, тебе не надо обучение высшее, оно тебе, как бы, мне вот оно не пригодилось, да, и, типа, того, что тебе тоже не пригодится. На самом деле оно все пригождается в том плане, что, ну, это знание, и даже если вы не работаете по профессии, все равно у вас какие-то знания остаются. Вот, у меня мое экономическое образование, конечно же, пригодилось, да. Вот, я проработала несколько лет бухгалтером, мне было интересно, мне всегда интересно что-то новое, но через примерно 2-3 года оно, как бы, надоело, да, что такое бухгалтерия одно и то же каждый день бухгалтера поймут. Ну, и плюс еще вот эти работы, все-таки мы поколение миллениума, да, и нам, ну, не присуще то, что было при Советском Союзе, нет, всю жизнь работать на одном заводе, всю жизнь работать в одном кабинете, это не для нас, да, и, ну, в принципе, это, как бы, я и сама чувствовала, да, что работа вот привязанная, и тем более у нас было режимное предприятие, то есть, ну, ты под колпаком, даже если ты ходишь в туалет, смотрят, нечасто ли ты туда ходишь, да, иногда казалось бы, лучше бы я курила, но на самом деле я не курю, потому что у тех, кто курит, у них было законное право раз в час на 15 минут выйти покурить. У тех, кто не курил, такого права не было, вот, и мы сидели, короче. Мы, получается, работали на целый час больше, чем те, кто курил. По субботам, то есть, это как за правилом, выйти по субботам до трех, до пяти обязательно. Вот, ну, доход, конечно же, что такое работодатель? Это тот, который никогда не заплатит больше, чем в среднем по рынку. То есть, если люди готовы работать, есть огромное количество людей, да, а в наше время, там, в 90-х, в 2000-х, выпустилось очень много бухгалтеров, этих экономистов, юристов, то есть, этих людей было, ну, предложение было большое, да, вот именно в плане кандидатов. Вот, и у работодателей не было нехватки в юристах-экономистах, естественно, они имели право выбирать, и если кто-то был готов работать за 200 долларов, да, и, ну, 200 долларов у нас еще была хорошая зарплата на предприятии. Если кто-то готов был работать за 100 долларов, зачем платить больше, да, если есть люди, которые готовы за эти деньги платить. Вот, в плане перспектив, ну, наемная работа, это, как правило, что? Один начальник, один, там, руководитель какого-то подразделения, и один директор завода. Все, это три вакансии, которые можно было покорить, вот, но не так-то легко, да. В отличие от сетевого, тут, ну, как вы кажется, можно стать директором. Ну, и плюс эти все прелести наемной работы. Я помню ту историю, когда мне пришлось выйти на, ну, по причине загруженности, пришлось выйти на 8 марта на работу, потому что моя обязанность входила под счет зарплаты, и как раз, ну, там надо было успеть. Вот. Короче, большая загруженность по поводу того, что ты выходишь в свои выходные дни. Естественно, в связи с такой загруженностью ты, как человек, делаешь ошибки. Так вот, вместо того, чтобы наградить меня премией за то, что я переработала в этот месяц, ну, меня там наказали за какую-то ошибку. Ну, вот так вот. И уже в 20 чем-то лет я почувствовала, что мой организм дает сбой. У меня начала болеть спина, у меня держался глаз, то есть был какой-то нервный тик. У меня начали сыпаться волосы от этих, ну, от переутомляемости. Короче, ну, 20 лет, что это такое? 20 лет – это вообще самый рассвет. Я сейчас вот свои 38, ну, 38 мне еще нет, 37, да? Я чувствую физически себя лучше, чем тогда в 25 на обычной работе. Я вообще, мне кажется, ну, как бы не чувствую разницы, что я стала старше на 13 лет. Вот. Так что такие вот истории. Ну, и, ну, сейчас вот наше поколение, да, наши новые дети наши, которые сейчас наши растут, мне кажется, они вообще не будут ходить на наемную работу. Это будет поколение фрилансеров, это будет поколение бизнесменов, это будет поколение стартапов, и уже даже мы с вами, вот, да, свои там 30 с хвостиком это делаем. А дети тем более не будут ходить на работу наши. Ну, так мне кажется, так не видится. Вот. Поэтому кто сомневается, что это перспективно, и это будет работать, ну, в принципе, это все. Только что я озвучила, то, ну, забудьте, что такое обычная работа, это все будет уходить на... Это как кнопочный телефон, это все будет уходить в прошлое. Сейчас все будут уходить в фриланс. Вот. Ну, то, что я, в принципе, уже проговорила, да? То есть ты не принадлежишь себе. Ты вроде бы живешь для работодателя. Тебя отпускают только поспать и поесть, и все. Вот. То есть, ну, ничем не отличается от того, что... от крепостного права, в принципе. Да? Два века прошло, полтора века прошло, а все там же, короче. Вот, только в современном формате. Вот. А еще мне очень сильно страшило, и прям вообще не хотелось... Ну, то есть я... Ну, у меня ребенок... Когда я стартанула, у меня ребенок ходил в детский сад, и я себе... И у нас были мамочки, которые не ходили на утренники, потому что их не отпустили с работы. Это так больно. Эти дети, которые ищут глазами своих родителей и не видят, да? Ну, это печально. Вот. Еще, да, вот, если кто-то сталкивался с таким упреком, что ли, да? Особенно маму в декрете, да? Что там сидишь в интернете своем, ребенок у тебя, ну, сам по себе, да? Ну, сам по себе ребенок, это не так уж и плохо, они становятся более самостоятельными, чем у мамаш, которые постоянно потирают сопли своим детям. Вот. Вот, но если так вдуматься глобально, то после трех лет, когда мы даем детей в садик, наши дети вообще не видят родителей. Ну, я своих родителей видела по выходным и вечером. Вечером это буквально там час времени. Все. Это все то время, когда я видела своих родителей. Мой ребенок сейчас видит своих родителей, и утром двоих родителей. Я говорю, Таня, тебе не повезло. У тебя все время родоки дома. Представь, да? У меня сейчас начинается вот этот подростковый возраст, 10 плюс. Вот. И я помню, что иногда хотелось, чтобы побыть дома одной, привести подружек там, и чтобы родоки не маячили перед глазами. Я говорю, Таня, тебе не повезло. Тебе родоки теперь все время будут маячить перед глазами. Поэтому так. Так, вот. Так, дальше. Декреты. Да, вот вместе с ребенком у меня родился и эта идея. Она меня до сих пор греет. Да, я до сих пор считаю, что эта идея рабочая. Потому что если все моются, все красятся и так далее, то почему бы нам не выстроиться в эти сети, и не мыться и краситься при этом зарабатывать. Да, вот. Тем более, что это все актуально всегда. Плюс, опять же, да, как я уже сказала, поколение людей, которые свободолюбивые и которые не хотят ходить на работу. И вот сейчас этот тренд, и этот тренд будет еще целое поколение. То есть нам еще работать и работать. Так что там будет дальше, я не знаю. Я только вот сейчас вижу, понимаю, что, ну, это... Ну, все больше и больше людей, которые не будут хотеть ходить на работу и будут хотеть заниматься чем-то своим и при этом иметь хороший заработок. Вот. Так, каким образом родилось название экспресс-карьера? Вот у меня, когда мы проводим вебинары в чатах, часто задают вопрос, каким образом появилось название экспресс-карьера. А я, когда начала работать в интернете, я, ну, так как я предлагала работу, бизнес, да, то есть, естественно, я обратила свое внимание на сайт этого устройства. И я разработала бизнес-предложение, которое предлагала всем кандидатам, которые искали вакансии. Вот. И, ну, был там просчет нашего бизнес-плана. И, ну, вы помните все, это первое письмо, да, наше. Ну, может быть, кто помнит. Там была табличка. И там можно, по этой табличке было видно, как быстро можно вырасти в компании и как можно быстро выйти на доход. То есть, и вот так оно и сложилось, да, то есть, быстро это экспресс. Ну, и карьера, так как я работала на сайтах этих, и предлагала такой вид карьеры построить. Вот так вот и родилось само название экспресс-карьера. Вот. 2011 год это было. В феврале, в март месяц. Вот. Глобальный вопрос. Почему я выбрала компанию Reflame? Знаете, я, если бы мне сейчас предстоял выбор, стоял передо мной выбор, выбор компании, то я бы, ну, я уже об этом думала, да, и я анализировала. И я поняла, что я бы снова выбрала Reflame. Почему? Во-первых, продукт. Вот еще, да. Я себе размышляю. Пользовалась бы я этим продуктом, если бы не была в бизнесе. И я себе ответила, да. То есть, если мы работаем с потребителями, а мы строим все эти потребители, да, если мы работаем с потребителями, значит, у нас есть те люди, которые просто потребляют продукцию, при этом не строят бизнес. То есть, их большинство, этих людей. И, ну, как бы, много, да, продукт, много предложений на рынке. Вот. И есть продукты, которые дорогие, есть продукты, которые дешевые. Наша продукция в среднем ценовом сегменте. Это очень выгодно, потому что мало потребителей, которые не в бизнесе, которые готовы покупать дорогую продукцию, которая не соответствует своей цене, своему качеству. Это раз. И мало потребителей, которые будут в долгосрочном периоде покупать дешевые продукты. Да, когда у них сейчас сложности финансовые, они будут покупать дешевые продукты, там, где-то в каких-то магазинах, что-то такое, там, по 5 рублей. Но как только у них станет в финансовом плане лучше, они откажутся от этой продукции, они скажут, что я не хочу пользоваться дешевой продукцией. Кто хочет пользоваться дешевой продукцией? Есть вообще такие люди у нас в комнате? Ну, нет таких, да, нету таких, и их не будет. И даже, ну, и мы не конкурируем вообще с другими компаниями в плане цены, мы конкурируем качество, конкурировать на уровне цены и предлагать ниже стоимость, да. Вот почему мы говорим, не отдавайте никогда свою скидку, потому что это ваш доход. Нельзя конкурировать ценой. Это обесценивает вас как эксперта, это обесценивает продукцию, и ваш клиент, ваш потребитель, он просто вам потом скажет, не хочу дешевый твой Арифлейн, я хочу нормальный, хороший, качественный Арифлейн. Понимаете? Поэтому, если вам встречается в отношении это дорого, а значит, вы не продали ценности с собой продукции, то есть вы не показали, зачем человеку этот продукт, он его не купил у вас, ни за какую цену, даже ему за 5 рублей. Продавайте, он скажет дорого, потому что не понимает, зачем ему это надо. Это тоже самая другая крайность, это когда цена очень дорогая, но можно купить на рынке аналоги, аналоги продукции, даже по качеству лучше, но за более адекватную цену. Конечно же, потребитель не будет, если он не в бизнесе, он не купит этот дорогой продукт по завышенной цене, потому что он купит один раз, он один раз купится на это, купит какой-то, думает, ну, раз цена большая, значит, это качество. Попробует, сравнит, и поймет, что не оно. Он второй раз не придет. А если мы строим бизнес на долгосрочной перспективе, то нам надо, чтобы наши потребители раз и трассы к нам возвращались. Значит, их должна удовлетворять и цена, и качество. Цена должна быть не дешевой, не дорогой, и качество то же самое. Оборачиваем и потребляем, да, вот этот продукт. И плюс еще наш продукт, мне еще нравится, что он трендовый. Все наши... Кто сегодня пил коктейли, супы и прочую продукцию wellness? Я, да? Знаете, ну, это вообще, мне кажется, аналогов просто нет на рынке. Почему? Потому что, если вы поисвечаете аналоги, вы обратите внимание, что эти аналоги, они в два раза калорийнее наших порошков. Вот. Я поизучала, да, составы, количество всего, все эти БЖУ там, тут, поизучала, смотрю, у нас белков, там, на 100 грамм нормальное количество, ничего мы не проигрываем, да. Но у нас калорийность ниже, в наших коктейлях самая низкая калорийность. Это, ну, для человека, который худеет, это очень важно, потому что мы набираем вес, не потому что мы там едим булочки или еще что-то, а потому что мы свой калораж перебираем, да, мы больше набираем, съедаем калоража в день, чем положено. Вот. И наши коктейли, они, вот я выпила коктейль, когда снимала сториз, это было около 9 часов утра, я до сих пор не хочу есть. Но при этом я съела 8 грамм белка, как котлету полноценную, да, я съела, что там еще было, у меня клетчатки там нет в супе, ну, короче, белки там есть, и этого достаточно. Белки, оливоды, там какие-то еще, жиры, и я еще не хочу есть. Вот. Если бы у меня не было этого супа, я бы съела сейчас утром какой-то бутерброд, да, как правило. Вот. Да, ну, то есть продукт это важно. Вот. Эти витамины тоже, я на себе почувствовала их влияние. Я была в декрете, и кормила ребенка очень долго, не буду говорить сколько, потому что вы не поймете. Вот. И в какой-то момент я почувствовала, что мой организм истощен. И как раз в это время компания запустила витамины. Я прям физически чувствую, и вот выпиваю витаминку, два часа проходит, и я чувствую прям, ну, себя другим человеком. То есть поступили в организм витамины. То есть я этот эффект почувствую. Сейчас я, конечно же, его не чувствую, мой организм уже напитан витаминами, и я не чувствую эффекта. Наверное, надо снова три года не пить витамины, чтобы почувствовать. Но если вы почитаете наши чаты Вэлла, кстати, они не модерируются, чтобы вы не думали, что там кто-то сидит и удаляет плохие комментарии. Они не модерируют, они живут своей жизнью. Эти чаты, в которых 20 тысяч человек, и каждый из них может высказать свое мнение о продукте, каждый из этих человек. И я не встречала ни одного негативного мнения. Понимаете? 20 тысяч человек пользуются продуктом, и никто не говорит о продукте плохо. Ну, это тот продукт, за который не стыдно, правильно? Это тот продукт, который можно предлагать потребителю, и никогда вы не услышите в ответ какую-то претензию, что ты там где-то гэп шунула. Вот. Это то, что касается продукта. Мы на нем очень дооснались, потому что это основа. Основа, да. И, кстати, да, вот я сегодня тоже в сторисе рассказывала. Может, кто-то из вас тоже задавал с этим вопросом, почему в компании так мало вкуса? Вот буквально три сладких вкуса и два соленых вкуса, да. Почему так мало вкуса? Мы задавали этот вопрос в компании. Мы там ее грузили, как могли, дайте нам разнообразие. Нам сказали, нет, нет, потому что ваши вот эти все вкусы, борщи, там, или еще чего-то, они, они, это сложные вкусы, их нет, ну, натуральных каких-то компонентов, которые могли бы воссоздать этот вкус. И нам и компании, понимаете, если мы сейчас начнем делать разнообразные вкусы, нам придется добавлять химию в коктейли. Мы не можем этого делать, потому что наши коктейли, как мы будем предлагать потребителю правильное питание, в которое входят какие-то ароматизаторы ненатуральные, да. Как? Это же, ну, нонсенс. Понимаете? Поэтому нам сказали, вот есть коктейли наши, супы, они натуральные, в них входят натуральные компоненты, и никаких больше мы не можем сделать, потому что все остальное будет ненатуральное. Вот так вот и все. Их, да, ну, стоит перед компанией выбор, либо ассортимент, либо натуральность. Компания выбирает натуральность, вот так вот. Поэтому у нас два соленых вкуса, спаржа и томаты, и три сладких вкуса. Вот. Если вы хотите разнообразие, кстати, у нас есть протеин, да, протеин это то, что вы можете сделать из него коктейль любого вкуса, пожалуй. Соленый, сладкий, любой. То есть есть у нас альтернатива для этого, протеинчик наш. Кстати, классная вещь, и я делаю с нее, с ним суп-пюре. Так, все, идемте дальше, о продукте мы прям сильно много говорим, потому что мне очень нравится наш продукт, я могу говорить немного. Следующий пункт это то, что я я компания выбираю рефлэ, потому что я знаю, что от этой компании ожидать. Я за этой компанией наблюдала 10 лет, пока зарегистрировалась, потом в течение 10 лет, пока была в этой компании, я знаю, что от этой компании ожидать. Я не знаю, что ожидать от новых компаний. Я не знаю, что с этими компаниями будет завтра, я не доверяю. И я не хочу сегодня отпахаться, а завтра снова все это заново строить. Вот. Вот, дальше. Что еще? Легко с первого месяца у нас новички зарабатывают, да, то есть это факт, и это то, что в компании наше преимущество. Дальше. Для клиентов. Что-то классное для клиентов. Это наши каталоги, которые каждые три недели новые. Каждые три недели у вас есть новый повод прийти к тому человеку, который у вас когда-либо что-то покупал и сказал, смотри, у нас есть новое предложение. Да, классно? Классно. То есть каждые три недели есть повод, информационный повод обратиться к вашей базе клиентов. Вот, это то, что касается инвестиций для клиентов, да, потом инвестиции в стартующих лидеров, менеджеров. Ни одна компания не инвестирует в эту категорию лидеров. Почему? Потому что это нестабильная категория лидеров. Вы в нее валите кучу денег, да, они съедут на конференцию, а потом начнут видосы записывать разные, почему я ушла туда, почему я ушла сюда, да. То есть это в эту категорию лидеров ни одна компания не инвестирует, кроме Арифлейм. Почему она это делает? Да, почему? Потому что любой человек, который был в компании, который сидел на конференцию, который побывал в этой атмосфере, у него Арифлейм останется в сердце навсегда. А жизнь это не два года и не три года. Пройдет пять лет, и вот эта вот частичка Арифлейм в сердце каждого человека, она дознать. Она дознать, и эти люди следующей волной нахлынут в компанию. Эта инвестиция дала срочно, да, то есть для того, чтобы показать огромному количеству людей, что такое Арифлейм. Даже если они в какой-то момент в своей жизни это не оценили, они все равно, Арифлейм останется в сердце. Вот, дальше. Самые простые условия автопрограммы. Мы просчитывали автопрограмму не баллами, а гривнами, рублями. Вот Украина просчитывала. Ни в одной компании за товарооборот 150 тысяч гривен. Почему 150 тысяч гривен? Потому что золотой директор, это две ветки по 7500, да? Один балл 110 гривен примерно. То есть это 15 тысяч баллов и 150 тысяч гривен. Ни в одной компании лидеру за товарооборот 150 тысяч гривен они дают машину. Ни в одной. Можете погуглить, проверить. За полмиллиона дают за товарооборотом. Еще за какие-то... Больше полу никто не дает, да? Мало кто дает. Вот. В Арифлейм дают за 150 тысяч гривен. Что такое 150 тысяч гривен? Это 150 человек, которые сделают покупку на тысячу гривен. Тысяча гривен это что? Это краска, потому что весна пришла, надо обновиться, да? Это... Снова я в продукте. Это крем с SPF 15, потому что весна пришла, сейчас повылазят все эти, попрыщат нас веснушками. Дальше, что еще? Это антицеллюлитный гель, потому что опять же весна пришла. Вот. Это новая помада, тушь. Это тональный крем. Вот. Вот. Все. Это... И это уже 8 тысяч гривен. Понимаете? 150 человек. Вот. Отсутствие конкуренции, свободный рынок. Почему я это написала? Потому что я захожу в Инстаграм, я не вижу Арифлейм вообще. Рынок свободный, понимаете? Вот. И... Чистая репутация без хайпа. Что такое хайп, да? Хайп это... Заскочили на рынок, сливки собрали, за год, за два исчезли, пошли на ребрендинг. Сделали ребрендинг, снова заскочили на рынок, два года поработали, сливки собрали и растворились. На... Куда? На ребрендинг. Вот так вот. Это хайп. Это не наша тема, мы и так не работаем. Мы за доверие, за долгосрочные отношения. Вот мы уже 8 лет. И 8 лет мы показываем только прирост из года в год. За последние полгода наша команда нарастила 2 миллиона бонусных баллов. Это не слабое, я вам должна сказать. Вот. 2 миллиона бонусных баллов. То есть мы та команда, которая показывает постоянный рост. И мы та команда, которая строила срочные отношения с лидерами. То есть не наша тема, там, позвать кого-то, сорвать сливки и потом... Почему я... Почему в нашей команде... В команде никогда не делаются сравнения с другими компаниями. Знаете почему? Я вам расскажу. Во-первых, потому что это непрофессионально. Да? Непрофессионально говорить о конкурентах плохо. Любой человек, мало-мальский, который... Ну, с наших ценностей, он нас не поймет. Он не поймет, и он... Ну, мне кажется, у большинства неприемлемо, когда вот так вот говорят плохо от других компаний. Вот. И это толкнет ту аудиторию, с которой мы, наоборот, хотим работать. Да? Это те люди, с которыми у нас совпадают ценности. Дальше. Дальше. Мы не приветствуем тех лидеров, которые переманивают. Почему? Ну, мы не хотели бы с такими работать. Потому что сегодня он переманивает в одну компанию, завтра он переманивает в другую компанию, и, естественно, начинает рушить... А он же не пойдет в другую компанию с пустыми руками, правильно? Ему... Смотрите, что происходит. Есть, допустим, лидер, который пытается вас переманить куда-то. Что он делает? Он начинает вас с глубины рушить вам бизнес, да? Начинает переманивать вашу глубину, и, ну, естественно, ваш бизнес проседает, и потом добирается давать на рецепт, что у тебя тут ничего не получилось, давай идем к нам. Ну, хорошо, вы пошли к нему. Он там поработал два года, ему там что-то опять снова не понравилось. Он что делает? Он делает то же самое, начинает снова, уже в той компании следующей, рушить ваш бизнес. Вот та же самая схема. С глубины. Начинает вашу глубину терроризировать, переманивать ее в другую компанию, и так далее. Вот этот процесс может быть бесконечным. И поэтому, если вас кто-то переманивает, вы подумаете, хотите ли вы с этим человеком строить доносрочное отношение. А не будет ли он через два года точно так же терроризировать вашу глубину, уводя ее в другую компанию? Понимаете? Поэтому мы, в нашей команде, вы слышите от нас, что если вы, во-первых, вы не слышите, вы никогда не получите инструкцию, которая там учит приглашать эти веков. Никогда. Никогда. А во-вторых, вы всегда от нас слышите, если к вам в переписке попался представитель другой компании, вы ему говорите, до свидания, успехов, удачи. И ваши пути расходят. Все. Так? Пишите тщательно. Так ли это на самом деле? Да, потому что если вы пришли строить доносрочный бизнес, он должен строиться на доверии. Я доверяю своему лидеру, я доверяю своим лидерам, которые подо мной, и я знаю, что я могу этим людям. Я верю в этих людей, и я знаю, что от них, я живу спокойно, и знаю, что я никогда от этих людей не получила шпину. Понимаете? Если вы тоже так хотите, вам в нашу команду в любом случае. Если же вы хотите каждое утро просыпаться в холодном поту и ожидать от своих, там, верхних лидеров или нижних лидеров какую-то подлявку, тогда, пожалуйста, можете переманиваться. Так, дальше. Ну, теперь немножко о личном. Реакция моих близких была, ну, как у всех, наверное. Ну, это можно понять, да, для всего нашего окружения это что-то новое. Вот, и, понятно, они с опаской к этому относятся. Малыш, где-то там влезло. Потому что, ну, в интернете реально можно куда-то влезть. Это, да, у меня вот вернулась девочка из другой компании, не буду говорить название. Вот, она там садила пять тысяч долларов. Она сначала, сначала она там купила какой-то стартовый пакет за небольшую сумму, потом что-то там у нее получилось, как что-то заработать, у нее аппетит разгорелся, она тысячу долларов туда ввалила. И тысячу долларов не смогла вернуть. То есть для того, чтобы вывезти эту тысячу долларов, надо было заплатить еще пять тысяч долларов. Она заплатила пять тысяч долларов, и они там, короче, и остались. И тысяча, и пять тысяч, ну, в общем, так. Да. Так что, да, наших близких можно понять, потому что в интернете реально можно общаться. Серьезно, вот, но это не пара рефлэн. Да, ужас. Я тоже была очень сильно так впечатлена этим рассказом. У нас, кстати, в чате есть в этом ключевых, в моем интернете. Но я не стала тиражировать, потому что там было название компании. Я не стала тиражировать эту историю по всей экспресске. Только в нашей чате ключевых девочка поделилась своими вот этими походами по грейм-компаниям. Вот, так что близких мы понимаем. Вот, но в моем случае, да, вот название компании, которое было на слуху уже больше десяти лет, тот момент, когда я пришла, это успокоило моих всех близких, кори-фэм, они там слышали, знают, ну, как-то уже, ну, то, что я говорю, репутация, да, вот на предыдущем слайде была репутация компании, вот здесь она сыграла роль, и меня никто там не терроризировал, не запрещал ничего. То есть не мешали, не помогали, не мешали, то есть, ну, занимается там чем-то и занимается. Понятно, никто не верил, что я там рассказываю, я тут буду деньги получать, и там на расчетный счет, и там путешествия, никто бы это не верил, пока мне это физически не появилось. Вот. Ну, при этом от мамских обязанностей меня, естественно, никто не освобождал. У нас был еще и бой с мужем за компьютер, потому что воспринималась моя деятельность как хобби, а у него было свое хобби, слушать музыку, качать и слушать музыку в интернете. Вот, у меня было свое хобби. И он логически рассуждал, что если у меня хобби, у него хобби, значит, время должно быть поделено пополам. Ну, это было до первых результатов. Потом, конечно же, моя половина стала намного больше времени за компьютером. Вот. Ну и, да, решение о том, что я не буду выходить на работу, конечно же, это всех очень чекировало. Вот. Вот. Да. Вам купили, а у меня не за что было. У меня был один ноутбук, и на второй даже мыслей не было о том, чтобы купить второй, потому что это было очень дорого для нас на тот момент. Вот. Потому что, очень дорого на тот момент, потому что на тот момент было вот так. Вот так. Это, эту картинку вы уже видели, это родительская квартира, которая была получена еще в конце 80-х. Мы успели получить по программе, когда всех квартирами затаривали. Вот. И так бы было до сих пор. Вот реально я понимаю, что если бы не Арифлеев, так бы было до сих пор. До сих пор мы бы жили в семейном общежитии, потому что если раньше были просто общежития, то в нашей современности появились семейные общежития, потому что квартиру купить где-то из области фантастики при таком скачущем долларе. Вот. Жить-то где-то надо, да, и дети вырастают, у них появляются семьи, и куда они приходят со своими семьями, ну, к родителям, куда же еще идти. Вот. Ну, либо же отдавать всю зарплату свою с основной работы на съемную квартиру. Ну, как-то так. Вот. Красота. Вот за этим столом, в том дальнем углу делался, родилась экспресс-карьера, и делался сапфировый директор. Ну, бриллиант, бриллиант, сапфировый и бриллиант. Не бриллиантовый делался уже на новой квартире, вот на этой, короче. А сапфировый директор делался там. Первые деньги в 2012 году, это было первые деньги, и это были просто огромные деньги. Вообще, моя первая зарплата была в два раза больше зарплаты на основную работу. Ну, это было в 2011 год, то есть, понимаете, да, делайте скидку на то время, потому что времени прошло уже достаточно много. Первая зарплата была в два раза больше, даже в три раза. Какие два раза? В три раза. А то даже и больше, чем в три раза, потому что зарплата на основной работе платят раз в месяц, а нам раз в три недели, да, то есть надо пересчитывать на месячную еще. Сумму. То есть несколько раз больше была. Ой, это так было классно. Реально, эти, вспоминать те эмоции, это, ну, кайф. Реально кайф. Дальше. Следующая сумма, которую я пыталась понять, принять, это было 20 тысяч евро. Это было порядка 2,5 тысяч долларов. Я ее тоже. Вот она, вот у меня сознание вот такое, а сумма вот такая. И я не могу. И ее, свой мозг, просто физически у меня мозг разрывался от того, что все платят. Я очень долго, я очень долго думала. Сейчас я уже привыкла к деньгам, так не думаю. Вот, но я очень долго думала и считала, что компания мне переплачивает. Когда начала получать на уровне бриллиантового директора 50 тысяч ривен, я просто ходила с мыслью, что мне переплачивать, я не делаю того, за что надо платить 50 тысяч ривен. Ну, я сравниваю с обычной работой, свою работу там и здесь. Но я не делаю, мне там за то, что я работала, платили сколько? 2 тысячи ривен, да? Тут мне платили в 25 раз больше. За что? Так я хотела спросить, за что? Вот, да. Да, кстати, самое сложное принять эти деньги и самое сложное не успокоиться найти в деньгах. Вот еще самое сложное. Не успокоиться найти в деньгах, не думать, что прям вау, большие деньги идти дальше. А самая большая проблема лидеров – то, что они успокаиваются. Вот хватает и хорошо, да? Только успокоился, все, считай, все пропало. Так, график роста. Я уже рассказывала, говорила, что я два года сидела на уровне 9%, потому что не было понимания, куда двигаться. Да, было понимание, вот интернет, здесь что-то можно делать. А что делать? Что делать? Непонятно вообще. Пути нет, да, как первопроходец. Вот ты стоишь в интернете и вокруг тебя темнота. Куда идти? Где оно? Где будет результативность? Что делать? Примеров успешных в этот промышленок времени не было. Можно было посмотреть и понять, ага, вот надо делать вот так вот, потому что вот эти люди делают вот так, и у них есть результат. То есть, ты просто стоишь в темноте и не знаешь, куда тебе идти. Вот эти два года сплошной тьмы вокруг. Вот. Когда уже начало, начало приходить понимание, куда надо двигаться, туда пошел рост. Вот. Ну и дальше вот так вот вот было все. Полезность, да. Потому что дальше будут одни сплошные фотографии и одно сплошное. Красивые, красивые картинки, но вожидные. Хотела сказать хвостовство, но думаю, может, на нем местное это слово будет. Вот. Значит, смотрите. В промышленок времени с того момента, когда мы начали работать и до сегодняшнего дня, достаточно большое. Особенно в интернете все очень быстро меняется. Прям на глазах. На глазах все меняется. Меня часто спрашивают, что я делала, когда я росла. Вот так вот не спрашивайте, потому что этот мой рассказ вам будет не полезен. Он на данный момент не актуальный, просто не актуальный. И то, что я делала раньше, сейчас просто не работает. Мы сейчас делаем все совершенно другое. Но единственное, что вы должны для себя принять, это то, что наш бизнес это марафон. То здесь нельзя прийти и месяц, два и ждать какого-то результата. Особенно, если у вас нет ресурсности. Что такое ресурсность? онлайн-ресурсность это количество вашей аудитории на ваших социальных сетях. То есть, если у вас на ваших социальных сетях, там, в ваших социальных сетях по 10 друзей и 100 подписчиков в Инстаграме, ну, эта ресурсность очень низкая. То есть, вам надо, вам надо приготовиться к тому, что у вас потратится какое-то количество времени на то, чтобы наработать эту ресурсность. Разный старт, да? Ну, и плюс еще ваше окружение, насколько оно лояльно вообще к вам и готово вас слышать, да? С вашим бизнесом. То есть, здесь еще тоже ваша ресурсность онлайн и ваша ресурсность оффлайн, потому что если у вас оффлайн один-два друга и вы вообще переехали в какой-то другой город, ну, это одна ресурсность, да? Либо же вы там душа компании и у вас полгорода в знакомых друзьях это совершенно другая ресурсность. Совершенно разные стартовые позиции и эти люди будут по-разному идти. То есть, это тоже надо учитывать, да? То есть, вы готовьтесь к тому, что вам надо марафонить. Не так, что вышел на уровень директора и смотрю Инстаграм год не ведется, хотя бы как я раз в три недели какой-то пост выложить. Вот. То есть, глухо, последняя публикация на странице год назад. Потом мне этот человек приходит, говорит, что у него что-то там не растет. Конечно, не растет, тебя же нету вообще, где ты? Забыли, что ты у нас есть. Тебя год не видно было, не слышно. Ни люди тебя не видели, ни социальные сети тебя не видели, ни команда тебя не видела. Где ты там пропала? Вот. Так что, это каждая ежедневная работа, за какой бы образ жизни. Встали утром, и тебе как-то надо снять сториз. Это надо принять. Просто принять, потому что это тренд. Тренд так делают все, и даже если полную финиш снимаете, то есть как это делаю я, все равно это надо снимать. Вот. Дальше. Каждый день, да, это все делается. Таким образом, таким образом, это вот из первого вытекает второе. Таким образом вы формируете лояльность и к бренду, да, потому что вы показываете, что вы сами пользуетесь своей продукцией, и вы сами тут что-то делаете, и у вас есть, ну, вы двигаетесь, да, вы какое-то движение создаете, и плюс вы формируете доверие к тебе. Без этого у вас не будет результата. Ну, примите это. Нельзя, так как 7 лет назад создали страничку, написали работа в интернете, никто вас не знает, никто вас не слышал, и все к вам реагаются. Сейчас такого нету. Сейчас люди присматриваются. Присматриваются, они могут присматриваться к вам до регистрации, они могут присматриваться к вам после регистрации, почему, да, вот задают вопросы. Если не сформировано это доверие до регистрации, оно будет сформироваться после регистрации. Таким образом, ваш вопрос, ну, вы, вот, это объясняет ваши вопросы по поводу того, почему я зарегистрировала человека, а он не включается, а он присматривается к тебе, он не успел, да, ты там, не сформировала доверие с ним, работала активным рекрутингом, да, и не сформировала доверие до регистрации. Когда вот это промежуток времени, он переносится на после, вот, он просто к тебе присматривает. Продолжай делать свое дело, да, и он увидит, что ты, ну, человек, за которым имеет смысл идти. Вот, здесь еще из этого вытекает следующее. Вовлечение в динамику. Почему я говорю марафон, да, каждый день делайте одно и то же. Делайте, 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 потому что люди за вами наблюдают. Наблюдают месяц, наблюдают полгода. Давайте вот спросим в чате, сколько времени прошло с того момента, когда вы получили первое предложение и до того момента, когда вы приняли решение делать этот бизнес. Пишите в чате, сколько прошло времени. хорошее цифры от 4 года. То есть, видите, ну, сейчас напишут 5 минут, кто-то пишет. То есть, по-разному, да, вы не можете от всех людей ждать, что они просто раз так и включились. Вы вот орехали, вы мердали, и он раз и включился, погнал. Такого не бывает. Не бывает. Вот ответ на вопрос, да, эти люди будут присматриваться, и то, что они увидят, будет влиять на их, на их, на то, включатся они или не включатся. Если они увидят, ага, мой спонсор, наставник, который меня пригласил, он, его нет, где он? Социальная сеть молчит его. В чате он появляется там раз в неделю. Вот, в личку он тоже не появляется, дал номер и через 3 месяца написал, что номер новичка терминируется, активируется. Понимаете? Вот, если встать на позицию новичка, то он подумает, слава богу, терминируется. Вот. То есть, он наблюдает, он наблюдает за вами и ваша задача показывать движуху. Движуху. Вот, динамику. потому что, если вы выложили пост сегодня, а следующий пост выложили через 3 месяца, то что человек видит? А следующий пост там еще через какое-то время? То что видит ваша аудитория? Ну, что вы нестабильны, вы неактивны. вы сами пойдете за таким лидером, который вспоминает о том, что он в бизнесе раз в 3 месяца? Ну, нет, да? Ну, вы пойдете за тем человеком, который хоть как-то шевелится, что ли? И это шевеление надо видеть. Ваши люди должны видеть. Поэтому шевелитесь. сейчас инструментов это продемонстрировать про... Да, что вы еще транслируете? Следите за тем, что вы транслируете со своих социальных сетей. Если вы пригласили, вы делаете бизнес, приглашаете людей, а в социальных сетях вы транслируете котлеты, детей, я не говорю, что там детей не должно быть вообще. Конечно, семейные ценности показывать надо. Ну, не должно быть бытовухи, прям, 99, 9% вашей... Ну, потому что люди за вами идут не как за мамочкой в декрете. Да, уберите ваши мамочки в декрете. Вообще, из-за писания в инстаграм, зачем вы это пишете? Это не достижение. Второй год об этом говорим. Достижения свои напишите. Вот. Нет достижений, ищите. Если нет достижений, тем более занимайтесь бизнесом. Как это? Что вы детям будете показывать? Угу. Какие могут быть достижения из вашей прошлой жизни? Напишите, в прошлом юрист, сейчас там сетевик, ну, то есть, пишите это. Особенно пишите, если вы тот человек, который социально успешен был в прошлой жизни, скажем так, да, вот, и сейчас ищет себя в сетевой бизнесе. Это тоже надо обязательно писать. сетевик, особенно если вы занимали руководящей должности. То есть, это будет ваша аудитория говорить, ну, если уже начальник, там, директор завода занимается сетевым, то мне тем более надо, да. вот так вот. Вот. Это то, что касалось, касается, ну, в принципе, я тут всех фунтов коснулась, наверное, картинку создать красивую, тоже касается фотографии, пожалуйста, тоже. Смотрите на себя критически, за фоном, за качеством фотографии, это все очень сильно влияет на решение ваших кандидатов и к вам команду. Включаться в вашей команде или не включаться. Не на Инстаграм черные они смотрят, потому что, ну, вы же их пригласили, они на вас смотрят. Смешные. Так. Вот еще это мой прямо девиз по жизни. Никто никому ничего не должен. Почему? потому что все, что вы делаете, это вы делаете, потому что вы этого хотите делать. Так. Ни в коем случае я не хотела бы, чтобы кто-то делал что-то для меня, потому что он считает это своим долгом. Чтобы муж помыл посуду, потому что он должен. Нет. Он просто хочет помочь, он хочет, он не должен. У нас тоже в семье, мы как-то в чате в беседке нашей обсуждали, мы в нашей семье вообще убрали слово должен, потому что оно грузит. Никто не хочет никому быть должен. Это не значит, что прям все, это эхоцентричность какая-то, я только думаю о себе, нет. Я делаю то, что я делаю, потому что я хочу это делать, а не потому что я должна, я помогаю родителям, потому что я хочу это делать, я помогаю команде, я работаю с командой, я делаю бизнес, я работаю с глубиной, я делаю то, что делаю, потому что я хочу это делать, а не потому что я должна. Начало конца, когда вы вдруг ловите себя на мысли, что вы что-то делаете для кого-то. Вот я замечаю за лидерами. Как только они начинают думать, вот я там для них, я там им и планерку, и новую школу, и там чаты я там дала, и методы все дала, и я вот там с ними с утра до вечера, я вот для них все, а они в общем-то как-то неактивны. Это не для них вы все. У них по сути вашего новичка, он еще не в бизнесе, не в вашей предприниматель стране. Вот, это бизнес ваш, да, это вы для себя делаете, вы для себя провели планерку, потому что вы хотите, чтобы ваша команда была активна, вы для себя поработали с новичком, потому что вы хотите, чтобы он включился, вы для себя поработали с ключом, потому что вы хотите, чтобы он с ключа вырос менеджера, а с менеджера директора, потому что вы дали методы рекрутирования, людям прокачали их в команде, потому что вам надо, чтобы ваша команда рекрутировалась, правильно я вам? Это не им, это не для них вы сделали, это вы для себя сделали, и если вы ловите себя на мысль, что вы что-то делаете для кого-то, ну, вас начинают одолевать обиды, да, вот я для них все, они там не реагируют, это уже начинает рушиться ваш бизнес, вас начинает одолевать, вы начинаете высказывать претензии своим людям, естественно, начинаете им рассказывать, что они добра не должны, вам, помните, никто никому ничего не должен, ваши новички вам ничего не должны, ну, точно так же, как и вы им ничего не должны, все, что вы делаете, вы делаете, потому что вам это надо, вот, и Арифлэйм, если вы, не дай бог, стесняетесь компании, в которой вы работаете, можете заканчивать свою работу здесь, потому что это, ну, вас это будет все время огложить, и вы будете все время об этом думать и сомневаться и так далее, понимаете, то, что мы работаем в Арифлэйм, это надо говорить не тихо, а вот так, да, Арифлэйм, потому что именно в этой компании я увидела перспективы, которые мне позволят уйти с работы, потому что именно в этой компании работаю, я познакомилась с классными девчонками со всего СНГ, с которыми мне интересно, я с ними родеваюсь, с ними обучаюсь и так далее. Да, Арифлэйм, потому что я с этой компанией путешествую, потому что я никогда до этого не путешествовала, с этой компанией первый раз полетела на самолете и первый раз была за границей, понимаете? Да, Арифлэйм, потому что здесь именно в этой компании легко получить автомобиль, вот так. И как только вы так скажете, ваш кандидат, так я тоже хочу такой Арифлэйм, понимаете? То есть, ну вот, свою волну надо гнать, быть уверенным в том, что ты в нужном месте, в правильном месте, в правильной компании, и ты сто процентов в этом уверен, это твоя волна. И только вы эту уверенность продемонстрируете, за вами толпы кандидатов выстроятся. Да, Арифлэйм, потому что именно в этой компании заработала в первый месяц 5 тысяч рублей, потратила в 5 часов работы на это все дело. Мы с первого дня не скрывали, в каком мы компании работаем. Вы помните, мы так и говорили, экспресс-карьера с Арифлэйм? Правда, Арифлэйм, руководство Арифлэйм, как-то мне сказала, говорит, как-то вот звучит экспресс-карьера с Арифлэйм, как будто бы вот экспресс-карьера вот такая большая и такой маленький Арифлэйм. Я говорю, что он есть. И мы об этом говорим. В нашей команде мы говорим о том, что мы работаем в Арифлэйм, мы этим гордимся. Вот, ну, распорядок дня сложно сказать, что это распорядок, это стиль жизни больше. Потому что я, вот когда выключили телеграм, на 3 часа, я прям себя как-то одиноко почувствовала. Я поняла, что мне этого не хватает, и моя жизнь стала пустой. Все такие далекие какие-то стали, все так далеко, вот печально было. Хотя бы ради этого стоит быть в Арифлэйм, да, потому что здесь общество есть, здесь есть люди, и с ними можно пообщаться. Я не чувствую себя скучно по жизни, да, почему люди себя загружают в работе с утра до вечера, иногда трудоголики. Ну, потому что они хотят быть нужными, и им просто некуда дать деть свое свободное время. А здесь, если у тебя есть свободное время, пришел в чат поболтать. Да, так вот. Ну, а теперь красивые картинки. Кстати, если есть вопросы, давайте вот сейчас, буквально 5-10 минут, может быть, я что-то упустила, вы сейчас зададите вопросы, я вспомню, ага, я же точно хотела об этом рассказать. Вот. А потом я буду вам показывать красивые картинки из Инстаграма. и рассказывать, как хорошо работать на себя. Ой, если нас всегда прикрыли. Ничего, выкрутимся. Что, первый раз? VPN-ы есть. В России, кстати, если вдруг вам прикроют Телеграмму, включайте VPN и заходите в Телегу. Украина уже этот момент прошла, когда нам год назад закрыли ВКонтакте одноклассников. Буквально день-два и уже все снова были в социальных сетях. VPN-ы повключали. В телефоне есть VPN, ну, можно скачать. И в айфоне вообще встроенный есть VPN. А в Телеге, по-моему, тоже есть VPN. Я, по-моему, там где-то в настройках, где-то читала в новостях, что Нуро там где-то в настройках поставил VPN, и можно включать его и... То, что... Да, то, что, ну, из иплей-маркетов там... Субтитры создавал DimaTorzok